В больнице находится и трехлетний ребенок, пострадавший на проезжей части на проспекте энтузиастов. Напомним, женщина с детьми перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель одной из машин не успел затормозить и врезался в людей. Между тем, в регионе только за последние два месяца произошло 60 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Вместе с сотрудниками ГАИ о правилах перехода через проезжую часть горожанам напомнит и Анастасия Куклева. Эти кадры шокируют. Мама не просто переходит дорогу в неположенном месте, а бежит и, мало того, тянет за собой троих детей. Семья так торопится, что не замечает приближающийся автомобиль. В последние секунды 12-летняя девочка пытается замедлить шаг, но избежать столкновения не удается. От удара с головы самого маленького пешехода на капот машины слетает шапка. Растерянные свидетели бегут на помощь, поспевают и сотрудники, проезжающие мимо скорой. Подбежала к месту аварии, там были пострадавшие. Мальчик 3,5 лет и девочка 12 лет. Ну и мама. Самый сильный пострадавший был ребенок. У него ушиб лобной области головы, сотрясение головного мозга, закрытая череп, мозговая травма. Пострадавший ребенок до сих пор находится в больнице. По словам медиков, то, что вся семья уцелела в тот жуткий день, просто чудо. С момента аварии прошло всего несколько дней, а на этом же самом месте люди снова пытаются перебежать дорогу. Причем пешеходный переход располагается всего в нескольких метрах. Но горожане, рискуя собственной жизнью, буквально кидаются под колеса. О том, что поход в торговый центр может плохо закончиться, никто не задумывается. Напоминают об элементарных правилах безопасности сотрудники полиции. Очередной профилактический рейд на месте ЧП организуют экстренно. Хотя этот опасный участок давно занесен в зону риска. Итог часового рейда – 15 протоколов на горе пешеходов. Такие рейды являются точечными и направлены именно на участок дорог, где происходит очень часто дорожное происшествие и нарушение правил дорожного движения со стороны пешеходов. Пешеходы-нарушители отделываются штрафом в 500 рублей. Это самый минимальный размер наказания на сегодняшний день. А потому к рублю инспекторы прикрепляют слова и примеры трагедий, которых по вине горе пешеходов на улицах Саратова все больше. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.